Здравствуйте, друзья! Сегодня этот ролик будет посвящен ботинкам и спортмастерам. Так произошло, что последние лет 8 я на зиму себе покупаю обувь из данной сети. И уже с прошествием времени, имея несколько вариантов различных брендов, я могу, наверное, объективно высказать свое мнение о данной продукции. И перед тем, как начать, хотелось бы отметить, что подобная обувь служит у меня в среднем 2-3 года. Так, в период холодов у них достаточно жесткая эксплуатация, я много хожу, город у нас небольшой, много снега, грязи, слякти, соль, песка. Потом все это тает, повсюду лужи, то есть условия, прямо скажем, не тепличные. Кроме всего прочего, иногда в некоторых парах я выбираюсь за город, в общем, веду активный образ жизни. И давайте выделим следующие плюсы и минусы о покупке обуви в спортмастере. Начнем, наверное, с плюсов. Первый – это многообразие моделей и наличие размеров. Так как в России спортмастер является одной из самых крупных сетей спортивных магазинов, или, наверное, самой крупной, то выбор тут действительно велик. По цвету, материалам, по формам и так далее, что-то да приглянется. Даже я уже достаточно искушенный покупатель, когда случайно, ну там или специально захожу туда, хотя бы одна или две модели мне нравятся. У нас в городе два магазина, и когда я собираюсь купить понравившуюся обувь, мне не надо ничего заказывать. Это, считаю, плюсом. Я ее покупаю в наличии, и это даже с учетом больших скидок на крайний случай могу доехать до второго магазина. Второй плюс – это удобство. Обычно обувь на зиму я выбираю трекинговую. А она априори должна быть очень комфортной. И так получалось, что все ботинки мне подходили как влитые. И это настоящий кайф, я вам скажу, когда тебе ничего не натирает, и не надо их разнашивать. Главное только правильно определиться с размером. Но иногда я замечал, что они не совпадали с теми, которые я носил, поэтому будьте внимательны. Заключительный третий плюс – это качество материалов. Да-да, вы не ослышались. Я думаю, что когда вы нажимали на этот ролик, вы не ожидали, что я отнесу это к плюсам. Но на самом деле, те ботинки различных фирм, которые я там покупал, Соломон, Мерл, Коламбия меня по-настоящему удивили. Не тем, как они проклеены не своими аккуратными швами, а именно замшей, как шит вверх, резиной и резиновыми вставками, подошвой и даже шнурками. Честно скажу, я не аккуратный пользователь, тем более используются они в тяжелых российских условиях. И за все время носки замша немного побледнела, а резина немного зашоркалась. Но в остальном никаких порезов, ни дырок, тем более, чтобы что-то оторвалось и развалилось. И если это было бы с одной какой-то моделью, но нет, все экземпляры с пошествием времени ведутся в этом плане достойно. Что действительно радует, ведь в современном мире это редкость. Даже обувь за большой прайс разваливается уже на второй сезон, а то и на первый. С плюсами мы закончили, теперь поговорим о недостатках. Первый – это внешние дефекты и брак. Но про дефекты, которые видны невооруженным глазом, наверное, все понятно. Это торчащие нитки, где-то неаккуратные кривые швы, следы клея – это вообще бич подобной обуви. Что бы я ни посмотрел, где-то больше это бросается в глаза, где-то меньше, и это не зависит от их стоимости. В общем, все бьет по мотивации покупать подобную обувь. Брак также распространен. Лично в последний раз, когда я покупал Calambio, взял я только с третьей попытки, потому что в остальных парах были такие моменты, мириться с которыми не стоит. В одних внутри выпирает неаккуратный шов, другие разные по размерам. Один жмел, хотя ярлыки одинаковые. То же самое было с остальным. Мерл, который я покупал и чуть даже не купил. Ведь в конце заметил там непроклеенную часть между подошвой и верхом, в которую бы 100% заливалась вода. Поэтому будьте внимательны и все проверяйте на месте. Второй минус – это относительная надежность. Наверное, вы понимаете, что мы с вами живем в глобальном мире и делать вечную обувь компаниям нецелесообразно. Или даже если делать, то стоить она будет достаточно дорого. И эта обувь не исключение. Главная болячка подобной зимней обуви лично у меня – это то, что они промыкают. Причем все это повторяется с разной обувью, но все по лекалам. И, скажем так, накрадываются нехорошие мысли об их производстве. Постараюсь описать. В первый сезон смывается гидрофобная пропитка. И снег без проблем тая сверху обуви проникает вовнутрь. Лечится тем же гидрофобным спреем. И хватает, в принципе, на сезон. На второй же, и он не спасает, правый ботинок становится мокрый лично у меня. Это уже даже от небольшой лужи под конец сезона могут даже и об ботинка промыкать. Третий завершающий мокнут быстро, понимая, что склеены не очень хорошо, мягко скажем. Ходишь, мучаешься пару месяцев и берешь новый. Благо на тот момент выпадают скидки. И за небольшие деньги можно отхватить нормальные по меркам спортмастера боты. И это повторяется из года в год. И у меня были дорогие по меркам спортмастера. Также это Columbia Merrill. И бюджетные типа Out Venture. Все повторяется. Единственное, это Solomon, который сейчас видите на своих экранах. Но это скорее исключение из правил. Потому что 6 лет им вообще пофиг. Последний заключительный минус это ценообразование. Как я сказал ранее, спортмастер это народный магазин, где обувь и одежда льется на любой кошелек. Но не все так просто. Многие из представленных моделей не совпадают с официальными сайты брендов. Их там нет или есть похожие. Где можно было бы хотя бы сравнить стоимость и почитать отзывы, если такие там имеются. Соответственно, этот наводит на мысль, что стуются они либо специально для спортмастера, а там может по лицензии. И ладно бы они за свой прайс были бы норм. По внешнему виду и ощущение, что за 5000 рублей, что за 15. Косяки в основном одинаковые. Поэтому я выбираю то, что мне по душе, несмотря на их стоимость. А покупаю я там только в период скидок, так как считаю, что это хотя бы мало-мальски обосновано. По итогу, что могу сказать о данной обуви из сети магазинов спортмастер. Для обывателя или среднестатистического юзера можно рассматривать подобную обувь. Ведь скажем так, она действительно неплохая. Есть большой выбор. Она удобная. Ценовая политика, в принципе, на любой кошелек. Но это лично мой опыт. Может кому-то доставались и отправили хуже по качеству, чем мои. Но также нужно дожидаться скидок. Так как цена-качество в этот момент становится более объективна. Для начинающих туристов или даже продвинутых пользователей, если они, кстати, задаются таким вопросом покупки в спортмастере, я бы рекомендовал несколько раз подумать. Все-таки спортмастер – это масс-маркет. А для путешествий или действительно активного отдыха я бы советовал специализированные магазины и определенные бренды, которые производят обувь для подобных задач. Спасибо, друзья, что смотрели данный видеоролик. Пишите комментарии, задавайте вопросы. Также подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всего вам хорошего и до свидания.